Три материка, 22 страны, 28 тысяч километров на двух колесах. Год назад велопутешественник Махжан Сагимбаев в одиночку отправился покорять невиданные дали, взяв с собой только палатку, карту, газовый примус и паспорт. К столь серьезному испытанию готовился долго, анализируя каждый момент. Тогда мало кто верил, что амбициозному парню удастся притворить в жизнь задуманное, но сегодня им все гордятся, а Махжан с искринкой в глазах рассказывает о приключениях. В Китае на меня напали две собаки, тибетские мастифы. Конечно, были трудности, было холодно, было жарко, были разные погодные условия. Я болел, я падал, ну, всегда поднимался. Часто меня приглашали местные жители домой переночевать, давали еду, воду. Да, в основном я ночевал в палатке, ну, и в монастырях, и в постелах, и в отелях. Знания турецкого и английского языков помогли не пропасть среди чужих людей. А где нужно, хоть шел и язык жестов. Махжан изначально не ставил цель посетить исторические архитектурные памятники. Главным было для него узнать нравы и традиции других народов, найти новых друзей. В Колумбии, когда я пересекал границу Колумбии и Эквадора, тоже была такая смешная ситуация. У них в датабазе не было Казахстана, то есть в компьютере. Когда они брали казахстанский паспорт, они спрашивали, а где это? Я бы выделил прежде всего персов, это Иран нынешний. Просто очень гостеприимные люди, очень доброжелательные. Каждый раз меня, не знаю, звали домой, кормили, давали ночлег. Ну, конечно, по многих странах люди очень добры. С визой и экипировкой Махжану помогло географическое общество. Свой путь он начал 1 мая с Узбекистана, проехав пустыни Средней Азии и сколесил всю Европу. Затем в Южную Америку, все восточное побережье Австралии, через Юго-Восточную Азию и Китай. Он, наконец, 16 мая вернулся в родной Алматы. Для кругосветного путешествия могут понадобиться два велосипеда. Так, у Махжана в Барселоне один велосипед украли. Этот он приобрел именно там. Это не первое путешествие Махжана и не последнее. Он не собирается останавливаться. Сейчас раздумывает над идеей отправиться в дорогу на лошади. Также в его планах подняться на самую высокую вершину мира. А если в ближайшее время женится, то отправится в путешествие вместе с семьей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова